Пандемия изменила привычный образ жизни людей. Режим самоизоляции сделал работу курьера в доставке еды самой востребованной профессией. Чтобы сидение дома не превратилось в потерю времени, люди ищут новые формы творчества и развлечений. Онлайн занимаются спортом, ходят в музеи и даже празднуют дни рождения. Как живет Могилевщина в стиле онлайн в нашем сюжете. Еще месяц назад Александр работал в Могилеве водителем маршрутки. Эпид-ситуация внесла свои коррективы, пассажирский поток сократился и это серьезно ударило по кошельку мужчины. Работу пришлось менять в оперативном режиме. Теперь Александр работает курьером в крупной торговой сети. На маршрутке люди перестали ездить, надо детей кормить, маленький ребенок, семья. Надо кушать, а на маршрутке уже ничего не заработаешь. А здесь перспективно есть зарплата на данный момент. Большинство заказов Александра с пометкой «бесконтактная доставка». Это значит, что пакеты донесут до дверей и оставят у порога. Такую ремарку люди оставляют в комментариях в списку покупок. Среди новых курьеров в основном бывшие таксисты. Сейчас спрос упал на такси и уже люди знают город и хорошо ориентируются. Они к нам приходят, уже более подготовленные умеют работать с кассой, с терминалами, с клиентами, хорошо общаются. Поэтому уже работают почти подготовленные люди. Заработать сегодня могут не только курьеры, но и сборщики заказов онлайн-магазинов. Это они в торговом зале собирают ингредиенты для вашего обеда или ужина. Пришлось адаптироваться к увеличенному количеству заказов. Но мы справляемся. И если в самом начале у нас была задержка до двух дней, то есть люди не могли заказать сегодня на сегодня, то вот к теперешнему дню ситуация исправлена. И сегодня вы можете оформить заказ и сегодня же вам привезут продукты. Руководитель фитнес-клуба Екатерина Замятина начала волноваться в конце марта. Из 160 постальных клиентов покупать абонемент на апрель месяц согласились только 10%. Тогда в клубе приняли решение проводить тренировки онлайн. Я просто считаю, что лучше заниматься, чем вообще лечь на диван и лежать хоть как-то. Поэтому сейчас же речь идет не о том, что может быть онлайн-фитнес лучше, чем фитнес-клуб. Речь идет о том, что фитнес-клуб сейчас недоступен, потому что клиенты не готовы в него ходить. И в этот момент отговорка, когда говорят, что фитнес в онлайне – это не то. Это лучше, чем ничего в любом случае на данный момент времени. В онлайн-режиме сегодня работают музеи. Так можно побродить по залам Могилевской ратуши и узнать, например, почему во времена магдебургского права могилевчанам разрешалось ходить только в кожаной обуви. Продовольствие, культура и спорт современному человеку уютно в глобальной паутине. И даже день рождения онлайн – вполне себе новый формат праздника. Лидер группы «Обаяние невовлеченности» Алена Кавкова именно так отметила торжество. Аленка на удаленке собрала больше 40 тысяч просмотров. И теперь фанаты требуют продолжения концерта. Но жизнь продолжается и там, где нет интернета. Опа! Вот тебе ручки рвутся на ходу. И не надо спрашивать, сколько килограмм. Сумки не выдерживаются. Социальный работник Светлана привозит продукты питания людям пожилого возраста. Вот семья Каган с конца марта ушла на самоизоляцию. Строго соблюдают все правила. Соцработник для них и онлайн – доставка продуктов, и оффлайн – доставка местных новостей. На самоизоляции скучно? Нет, целый день мы что-нибудь делаем. Что? Ой, хватает работы. В огород выходите? Нет, никуда. Есть такая партия, стоим, как приказали. Как приказали, так делаем. Некоторые вот даже отказались от уборки, от приготовления пищи, только доставка продуктов, и то на расстоянии, тоже в масках, в перчатках. Обрабатывают продукты здесь средством, которые я приношу в упаковках. Конечно, осторожничают. На улицу не выходят. Там, где нет интернета, люди читают газеты и смотрят телевизор. Благо, сегодня есть мобильные телефоны, и ими уже во все овладели современные пенсионеры. И даже голос родного человека способен заметно поднять настроение. Пенсионеры ждут, когда смогут обнять своих близких и родных, и жизнь станет настоящей, а не онлайн.